Торжественный момент близится. Четвертая музыкальная премия телеканала Музон состоится уже очень скоро. Ну а сегодня лучший музыкальный устроил припаси с красной дорожкой, с пресс-стеной, которая, не переживайте, ни на кого не упадет. В этом году Евразийская музыкальная премия телеканала Музон пройдет в четвертый раз. Зрители ожидают грандиозное шоу-программа, а казахстанских артистов – заветные статуэтки, обладателем которых жаждет стать каждый из номинантов. Самое главное, мы хотим, чтобы наши певцы, композиторы, исполнители получили, знаете, какой-то дополнительный бонус, да, что какое-то дополнительное призвание. Это самая главная цель и задача нашей премии. Мы хотим развивать, раскручивать наших звезд казахстанских, делать им какой-то особый респект. Музон! 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 Рассказывайте, в каких номинациях вы представлены? В этом году у нас лучший видеоклип, лучшая песня и лучший коллектив. Это группа Домино. На какую номинацию возлагаете наибольшие надежды? Ну, я думаю, что если лучший коллектив возьмем, будет приятно. Закир, вот ты постоянно разговариваешь, я хочу сегодняшним вечером поговорить с Ахмедом. А, это принцип группы Домино. Да, у нас всегда Закир разговаривает, я отказался разговаривать вообще. Моника, как себя чувствуешь в новом коллективе? Замечательно. Тебя мальчики не обижают? Нет, только защищают. Музон! 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 Я как-то больше за них переживаю. Я забежала, посмотрела, кто там номинирован, сколько у них процентов, и говорю, девочки, давайте будем голосовать. Как-то больше за них переживаю. Лучший женский коллектив? Да. Они номинированы, лучший женский коллектив. Болеем, друзья. Музон! Мне кажется, что вам еще обязательно нужно дать статуэтку в номинации «Самая работящая беременная женщина». Потому что, кроме того, что вы снимаете клипы, так вы еще и коллекцию недавно выпустили. Ну-ка, расскажите нам об этом. Коллекция появилась в магазине буквально сегодня. Вот. Ну, у меня давно уже была идея что-то такое подобное сделать, не супер вычурную, а не супер помпезную, и более доступную, нежели мои первые две коллекции. Вот. В ценовой политике я имею в виду. Ну, я думаю, что мне это удалось, и все-таки тренд в этом году – это морская тематика. И я пыталась эту тематику как-то поддержать и преподнести по-своему. А вот мысли номинантки в категориях «Лучшая исполнительница», «Лучший видеоклип» и «Лучшая песня» о Демии сейчас сосредоточены исключительно на подготовке к международному конкурсу «Новая волна», на котором она в этом году представит Казахстан. Идет бешеная работа над собой, над своими страхами, над волнением, и занимаюсь упорно над репертуаром. Мы отправили демки, ждем теперь. Единственное, знаю, что песня Игоря Николаева – это «Суженый муряженый», песня того времени, это тогда, когда я была еще ребенком, и я помню, что я ее даже пела. Поэтому мне, наверное, уже немножко повезло в этом плане. Какой клип у тебя номинирован? Моя последняя видеоработа называется «Сьюэр Едым». Никаких танцев, никакой динамики, юмора, адреналина. Это все очень просто, все очень печально. Действительно, ведь все было печально. Ты из-за съемок клипа даже угодил в больницу. И мне кажется, что если именно с этой номинацией ты одержишь победу, тебе будет очень приятно, что все твои труды были не напрасны. Да, все жертвы будут оправданы, как говорится. Поэтому, да, возможно, я буду рад любой победе, если, конечно, нам это суждено. Насколько я знаю, вы достаточно скептически относитесь к подобным мероприятиям и вообще к церемониям награждения. Нет, не скептически. Я вообще за справедливость, я за честность, за ненакрутку голосов в интернете. А за объективность жюри, да, то есть за то, чтобы действительно тех артистов, которые достойны и заслуживают, именно их, чтобы они побеждали в номинациях, а не какие-то посторонние люди. Ребят, ну а на ваш взгляд, в номинации лучший мужской коллектив. Если по-честному, то кто должен победить? Ну, по-честному, нам самим очень, наверное, неправильно на этот вопрос отвечать, потому что мы люди заинтересованы, скажем так. Конечно, мы хотим победить, потому что, тем более, мы знаем вкус победы, скажем так, в этой номинации, на этой премии. Поэтому, конечно, мы хотим победить. Мы представлены группа года, песня года, клип года, дуэт года. Все решили взять статуэтки, да? Да, да. Еще если мы нигде не выиграем, то это будет просто эпик фейл. Ну, я думаю, мы заберем по-любому какую-нибудь статуэтку. Я уверен в этом, потому что проделана до этой статуэтки 15 лет. В любом случае, будет какая-нибудь статуэтка. Все 15 лет ради статуэтки Музон? Вот именно. Из мужских категорий лучший исполнитель и лучшей мужской коллекции вам кажется, кто наиболее достоин забрать домой статуэтку? Ну, я, конечно, за Икына. Это Икын, он самый крутой. На припасе премии EMA пожаловала и Луина. Девушка в этом году борется за победу в номинациях «Лучшая исполнительница», «Лучший видеоклип» и «Лучшая песня». Правда, артистка признается, для нее куда важнее участие. Сейчас она полностью поглощена покорением российского шоу-виза. Совсем скоро мы снимаем, мы уже продумываем сценарий, снимаем клип с Ритой Дакотой. Мы уже записали с ней песню в прошлом году, еще после моего дня рождения, кстати. И будем снимать клип и также записываю дуэт с Артемом Кочаряном. Это один из участников А-фактора проекта «Голос». Ну и сейчас он как сольный R&B исполнитель. С ним записываем новую песню. В общем, не до премии, не до переживаний, не до свадьбы. Не, ну не до переживаний точно, не до свадьбы пока. Пока не до свадьбы нет абсолютно. Между тем, все артисты призывают поклонников активно отдавать за них свои голоса на сайте www.muzon.tv. Шестерка полуфиналистов определится уже 1 июля. У вас еще есть время повлиять на результат и поддержать любимых исполнителей. Субтитры сделал DimaTorzok